Всем доброе утро! Я только что проснулась, на самом деле. У меня еще такое немножко опухшее лицо. Вчера напилась воды на ночь. Помыла голову. В общем-то, хочу с вами сегодня провести день. Показать вам вчерашние покупки. Вчера был просто очень длинный и сложный день. Закупались там в Икеа всякими, в общем, строительными. Опять тут у нас стройка идет полным ходом. Хочу показать вам цветок. Мы купили себе вот такой вот, как она, драцена, да, называется? Драцена Маргарита. Которую муж себе покупал кланхоя. Она сначала начала так, в общем-то, умирать. Но когда он уехал как раз-таки в Сочи, я начала за ним ухаживать, и он расцвел. Сейчас у нас он просто огромный. Сейчас, кстати, я вам его покажу. Вот так вот он у нас разросся, в принципе, растет, чувствует себя хорошо, и слава богу. Так что нужно просто, наверное, было к нему как-то приспособиться к тому, что и как он любит. Тепло, какой полив. И, в общем-то, все хорошо. Надеемся, что он будет у нас все-таки цвести. Мы поедем, наверное, в гости к родителям мужа. И там останемся, потому что они уехали. Далеко, в общем-то, уехали. И нужно там поливать цветы, ухаживать за всякими там... Она там растения посадила, всякие рассаду, чтобы потом сажать. Попросили нас поливать, и мы там, наверное, будем туда-сюда периодически ездить. Там пару дней поживем, опять домой вернемся. Как-то так, наверное, будет все происходить. Может быть, поснимаю вам там что-нибудь. Ну, в общем, не знаю. Придете сегодня день со мной, так что, если кому интересно, то оставайтесь. Сегодня на мне вот такая вот маечка, которую мне сестра привезла из Гуа. На самом деле, она большая и достаточно такая прям аж, ну, длинная-длинная. Прям попу закрывает. На самом деле, предназначалась моему мужу. Но ему она была маленькая, мне она большая. Но, в принципе, дома мне нравится в ней ходить, потому что она сделана из хлопка, из очень хорошего качества. Ходить в ней дома вообще самое то, очень-очень нравится. Кстати, сзади там вот стоит телевизор, который мы тоже отвезем его родителям, родителям мужа, потому что нам он не нужен. Мы себе купили новый. И, в принципе, ставить особо негде. Хотела сначала в спальне, думала повесить, но что-то как-то муж не хочет. Ну, и ладно, не хочет и хочет. В общем-то, договорились, что этот телевизор пока поживет у родителей. Кстати, это вот моя последняя любовь из косметического. Супер просто тональник, нереальный. Я была, правда, в таком вот в шоке, потому что он нереально очень крутой от Guerlain. У меня в оттенке 03 Natural Beige. Бешеный джо. Вот. И очень классно подошел оттенок. Просто идеально. И я не ожидала, что основа будет настолько хороша. Вот такая вот у меня брошюрка тут есть. Со всякими оттеночками нарисована, что где. Расписано немножко про основу. И, честно говоря, я, правда, очень-очень довольна. Хочу еще сходить в магазин, попросить еще один пробничек, чтобы подольше попробовать SPF 15. А, SPF 20 тут, кстати, есть. Вот очень-очень понравился. Хочу, не знаю, может быть, даже куплю, потому что настолько он не сильно понравился. Если у кого-то из вас есть, напишите мне в них. Одна из вчерашних покупок в Икее. Это вот эта вот полка, которую мы купили. И, наконец-то, мы приделали вот эти вот светильнички. Купили вот такие вот светильники, которые можно самим, то есть, внизу выключать. Очень удобно, когда лежишь на кровати и, в общем-то, выключаешь. Сюда можно что-то поставить, у тебя ничего не будет падать. Вот. Так что очень удобно. Теперь у нас есть вот такая вот полка над кроватью вот наша. Еще вчера в Икее купили вот такую сковородку. Сковородку, сковородку. Называется сковородка ВОК. Такая вот она огромная. Она легкая. Это для индукционной варочной панели. Единственное, что минус, вот на этой штуке остаются все вот отпечатки. Чтобы ты не делал, все равно все остается. Вот так она очень прикольная. Еще не воспользовались. Погода меняется так же, как и мое настроение. То дождь, то солнце. Сейчас опять солнышко. Может быть, мы сегодня вечером сходим погулять. В общем, посмотрим. Сегодня, кстати, у меня достаточно простой макияж. Ничего особенного. Стрелки, кстати, выполнены у меня с помощью теней черных. Достаточно такие мягкие получаются. Без подводки. Хотя, в последнее время я полюбила более насыщенные, такие яркие макияжи делаю. Но когда не хочется, времени нет. Особенно не заморачиваешься. Да, стоит у меня суббокс. Сейчас буду снимать для вас видео. Приготовленные уже всякие разные. Блин, так много собирается посылок с одеждой и покупок. Потому что я разбираю, сбираю свой гардероб и поняла, что мне нужно как-то его обновлять. Поэтому очень много собирается. Но погода просто не позволяет пока снимать на улице. Уже куча в уме заготовок, всяких аутфитов. Но вот уже сегодня четвертый день. И я все никак не могу не то что собраться и выйти на улицу и снять их. Потому что то дождь, то солнце, погода меняется, не знаю, чуть ли не каждый час. Поэтому никак не подгадать мне хорошую погоду. Может быть, сегодня что-нибудь получится. И я, честно говоря, даже не знаю. На мне, кстати, вот эта футболочка тоже из последнего заказа. Это Sheinside, по-моему. Вот такая вот просто маечка. И здесь уже приделана такая вот, как это, цепочка, да, она прям вделана в саму футболочку. И смотрится очень органично, хорошо. То есть не нужно ничего придумывать, чтобы вам уже такое сколье какое-то одеть. Очень клево сейчас такая вот мода, да, мой штатив стоит и мой зеленый чемодан. Купила еще в Икеа вот такую вот ароматическую свечку здоровую с ароматом корицы, что-то такого яблочного. Очень-очень классный запах. Но, к сожалению, вот я ее уже пожгла и оказалось, что она не очень-то пахнет, когда именно горит. Запах, не знаю, совсем-совсем не сильный распространяется. Я думаю, что в следующий раз я попробую взять там еще был мандарин или апельсин, что-то такое более ярко выраженный запах. Я думаю, что когда будет она гореть, будет гораздо лучше запах. В общем, я люблю свечки, люблю всякие ароматические такие свечки. И в последнее время очень часто их зажигаю. Кстати, конечно, я купила вот такую большую, там было гораздо еще меньше свечка. Все решила взять большую, чтобы потом вот этот стаканчик можно использовать. Также, например, под кисти я смогу вот этот чехольчик уже убрать и кисточки вставлять вот в подобный вот стаканчик. Будет очень удобно. Продолжение следует... Так, мы выехали из дома и только что отсняли один аутфит мне. Второму я просто забыла, но мы попозже его снимем. Вот, сейчас мы едем в гости. Так что давно мы сегодня не будем возвращаться. Там уже поснимаем. Уже становится достаточно холодно. Пока мы снимались, у меня даже замерзли уже руки. На улице, на самом деле, холодно, несмотря на месяц мая уже. Все равно очень холодно. Ветер холодный. И сегодня такая дождливая погода. Периодически идет дождь. Так, мы уже приехали к родителям моего мужа домой. И хотела вам показать рассаду, которая у нее тут высаживается, растет. У них, в общем, два огромнейших балкона. И один, на котором я сейчас нахожусь, он практически весь в этой рассаде. Здесь не только цветы. Здесь также всякие... Господи, как там? Ну, зелень, там помидоры, наверное, огурцы. Ну, вот что-то такое, которое будет высаживаться. В общем, здесь тьма всего. Это роза. Куча, куча всего. Так, в бантике здесь вот куча всякой рассады стоит. Здесь вот еще что-то огромное. Куча всяких и цветков, и так далее. В общем, это вообще какой-то кактус интересный. Не знаю, весь в маху или в чем-то таком. И вот здесь вот, кстати, тоже какой-то... Так, где он? А, где ты? Вот, вот такой какой-то цветок. У него такие вот какие-то штучки непонятные. В общем, я не знаю, что это такое. Но он такой очень интересный, забавный тоже. Ну, и в гостиной здесь тоже такой огромный стоит. Какой-то, я не знаю, голый цветок или что это такое. В общем, я не знаю, что это такое. Но у него просто огроменные, реально огроменные листья. И почему-то только сверху. Если кто-то знает, что это такое, напишите мне. Ну, я думаю, что мы сейчас будем отдыхать. Попьем чайку. Потому что, в принципе, еще полвосьмого вечера. Время еще не позднее. Польем сейчас все эти цветы. Может быть, муж чем-то покушает. Хочет, пока мы, в общем, до сюда ехали. Что еще? Какие планы? Никаких планов больше нет. Будем отдыхать. Посмотрим, наверное, телек. Я поредактирую свои видео. Специально взяла с собой ноутбук. Буду здесь сидеть, редактировать. И почитаю книжку. Кстати, начала читать очередную книжку. И закончила читать Сталина. Очень крутая оказалась книжка. Как я и говорила, мне очень нравилось. И финал, конечно, был божественный. Мне два раза снился Сталин. Как обычно, снимаю видео. И забыла снять резинку. У меня идет от клыка и к нижней челюсти такая резинка. И, блин, когда я снимаю видео, я ее снимаю, чтобы вам было... Чтобы у вас не было вопросов, что у меня во рту. И вообще, и тут, в общем, я приехала. Сейчас с вами разговаривала и забыла ее снять. Сейчас я ее сняла. Вот такая вот малюсенькая резиночка. Не знаю, будет видна она на видео или не будет. В общем, заранее предупреждаю. Это специальная резинка для брекетов. Сегодня я хочу закончить свой влог. Я знаю, что сейчас ужасный просто свет. К сожалению, другого освещения я тут не нашла. Она такая ужасно желтая. Ну, в общем, какое есть. Я думаю, для окончания влога это не сильно важно. Ну, и как вы поняли, сегодня мы здесь остаемся с ночевкой. И здесь, наверное, я еще пробуду несколько дней. И потом мы опять поедем домой к себе. Ну, короче, будем туда-сюда кататься, мотаться. Вот. В принципе, мне здесь нравится у них находиться. У них здесь гораздо больше. Больше, в принципе, жилплощадь, так скажем. У них здесь дом больше, чем у нас. Вот. Просторы есть, где разгуляться. Не взяли мы с собой сегодня телевизор, который хотели сюда привезти. Так было столько шмоток, столько всяких вещей, которые мне лично нужны, чтобы здесь находиться. И ноутбук, и так далее. Даже на три дня я не могу спокойно уехать, чтобы без каких-либо таких основных вещей. Вообще, последние дни вот эти вот, начиная с 30 апреля, выдались какие-то тяжелые. Постоянно что-то делает. Что-то мы куда-то ездим, что-то покупаем, что-то делаем. В общем, нет времени ни на что. Думала, хоть отдохну несколько дней. Мужа начался плюс отпуск. Я думала, будет у меня как-то посвободнее, но нет. Ну, я, в принципе, люблю такие дни, когда есть чем заняться. Я постоянно что-то всегда делаю. Блин, вот что-то везде чешется, не знаю. Тик, наверное, уже такой. Надо пойти смыть косметику. Вот. Что-то постоянно делаю. Я вообще такой непоседа. Я не люблю сидеть на одном месте. Я люблю что-то постоянно делать. Встаю, в принципе, я рана сама по себе. Я, наверное, все-таки по натуре жаворонок, нежели сова. Вот. Поэтому у меня все крутится и вертится. Я постоянно должна чем-то заниматься. И вот даже в плане, чтобы почитать книгу, у меня нет времени, чтобы читать книгу. Потому что я себе найду всегда какое-нибудь другое занятие. Только не читать, что называется. Редким за редким случаем, когда я устаю или мне, правда, просто лень берет вверх, и я ничего не хочу делать, тогда, да, я ложусь или сажусь и читаю книгу. А так я как это, как ела, не знаю, я постоянно что-то делаю. Поэтому в этом плане мы с мужем очень-очень разные. Он более спокойный такой. И почитать. Ну, лучше он ляжет, почитает, там, не знаю, что-нибудь новенькое узнает. В основном сидит в айпаде и что-нибудь там делает, не знаю, читает, читает. Там по работе еще, там, по каким-то вопросам своим. То, что ему интересно. А я нет. Я постоянно где-то что-то. Я где угодно, но только не рядом с ним. То есть иногда его, конечно, это раздражает, напрягает. Но ты не можешь даже со мной посидеть и не с ним. Я не знаю. Мне нужно постоянно что-то делать. Иначе я считаю, что даже в выходной день я не могу просто так лежать, отдыхать. Да, вот кто-то для кого-то лежать и смотреть там телек, лежать и читать книгу – это отдых. Да, возможно, это тоже отдых. Я воспринимаю это как отдых, но не постоянно. Для меня отдых – это, наверное, скорее, когда я знаю, что за этот день я сделала хоть что-то. Если я в этот день что-то сделала, значит, день прошел с пользой. Если я ничего не сделала, значит, это… Ну, это, я считаю, что день для меня прошел впустую. И как-то, в общем, как-то так. Уже спать ложиться. Я лично почитаю книжку и хотела вам сказать про то, что я сейчас читаю. Сейчас я читаю Толстого «Войну и мир». Это у меня первый том. Ну, естественно, второй том у меня дома лежит. Я вот только-только начала, совсем чуть-чуть еще прочитала. Пока никаких впечатлений. Да, я не читала «Войну и мир». Я читала только в кратком, в школе. Мне это было неинтересно. Мне не понравилось, честно говоря. Даже в кратком я толком не помню про что и как. И сейчас я решила наверстать. Конечно, сейчас опять будет куча комментариев на тему, как ты могла не читать «Войну и мир». Да, я не читала. Я не стыжусь этого. Мне было бы стыдно, наверное, если бы я спустя еще, не знаю, лет 20, да, спустя лет 20, или когда бы у меня уже были свои дети в такого возраста, я бы не прочитала. Да, сейчас у меня наверстово упущенное. В принципе, я не считаю это зазорным и что это плохо. Я считаю, что наоборот, если человек умом своим уже дошел до того, что прочитать какие-то такие достаточно серьезные, или классические произведения, которые он не удосужился прочитать тогда, когда это нужно было, начинает сейчас читать, то мне кажется, это наоборот заслуживает какого-то увождения. Ну, я так считаю. Вот. Плюс, как я уже неоднократно говорила, что большинство произведений, которые мы читаем в подростковом возрасте, там, 11 класс, 10, 9, да, какие-то такие более серьезные произведения, чаще всего они, как-то мы на них не так серьезно, не с тех точек зрения смотрим, не так воспринимаем, нежели уже в более осознанной жизни, в осознанном, точнее, возрасте мы воспринимаем эти произведения. Мне кажется, это более полезно, когда ты уже осознанно сам это читаешь. Вот. Так что я сейчас буду читать. Почитаю еще, сниму макияж. Что-то подустали мне сегодня. Сниму макияж. И все. На этом сегодняшний день мой закончился. В принципе, я надеюсь, что вам было со мной хоть как-таки интересно. Мы с вами увидимся скоро. Все кроме целых. До новых встреч. Пока-пока.